Последнее, что нам с вами нужно обсудить в этом уроке, это, как обычно, лексический минимум к уроку и разминочное предложение. Лексический минимум – аспадзамай. Первое. Мы с вами уже столкнулись с этим словом. Помните, когда читали в Деяниях про визит Агриппы и Верники, которые вот как раз пришли поприветствовать. Вот он, наконец, этот глагол. Аспад – у него корень. Имперфект – Э, приращение, знак прошедшего времени. Пардзор – Мэн. Ну, естественно, имперфект следует залогу настоящего времени. Если здесь среднестрадательное, то и там тоже. Будущее не встречается. Орест – Эспасамен. Что здесь происходит? Альфа удлинилась в эту. Вот здесь у нас свое изъявительное оклонение. Агличный глагол – Эспа. Дельта с едино-сигмой, когда добавился в образующий времени Са. Поэтому Эспаса. И тоже среднее окончание Мэн. А если речь идет о причастии, то причастие было бы А. То есть, видите, не было бы превращения Аспаса, Мэн. Ну и там соответствующее падежное окончание. Следующее слово – Грамотеус. Кни, писец, книжник. Основа – Грамотеур. С выбавшей потом Дегамой, которая то в У превращается, то вообще выпадает. И там что-то может еще из-за этого меняться. Поэтому Грамотеус – третье склонение окончания Сигма. Потом Грамотеус – В выпало. Омикрон компенсаторно удлинилось в Омику. И окончание – Ос осталось. И так далее. Ну и вот от слова Граматика, Грамма и так далее. Легко слово запомнить. Следующее слово – ЭФЭ. Это слово может быть либо имперфектом, либо Орестом. От глагола ФИ и МИ третьего лица. Единственное число имеет значение, он сказал или говорил. Это очень редкий случай, когда у глагола формы имперфекта и Ореста совпадают. Такое редко оно бывает. Ну и этот глагол на МИ у него свой собственный обор форм, свои собственные особенности. Поэтому вы просто сейчас заучиваете отдельную форму, потому что она часто встречается и вам пригодится. А потом в последних уроках мы вернемся к глаголу на МИ и полностью этот глагол изучим. ХЕРОН – ХРАМ. КРАДЗО – ГЛАГОЛ. Кричу, восклицаю с корнем КРАГ. Имперфект – ЭКРАДЗОН. Ну так же, как в настоящем времени основа. Будущее – КРАКСО. ГСДАЛИКСИ, поэтому КРАКСО. АУРИСТ – ЭКРАКСО. СА дало... САСГ – Действовало КСА. Э – Прирощение. Ну, АУРИСТное причастие было бы КРАКСОС. Перфекте – КРАГА. КЕ – УДВОЕНИЕ. Тут все по правилам. УХИ. Отрицательная частица НЕ. Вы уже встречали форму У, УК, УХ. Ну, в зависимости от следующей буквы. И еще УХИ. Ну, исторически это такая усилительная форма. Ну, хотя иногда и усилительное значение ослабляется. ПАЙДИОН, РЕБЁНОК, ДИТЯ. Для запоминания подходящее слово ПЕДАГОГИКА был ПАЙДАГОГОС. Это человек, который вводил детей. Видите, ПАЙДАГОС пойдет, ребенок обувести. ПЕДАГОГ – это раб, который вводил детей в школу. Сидел там сзади с палкой, следил за дисциплиной. А АДИДАСКОЛУС – учитель, вот, преподавал. Забавно, что наше современное слово ПЕДАГОГОГ, ПЕДАГОГИКА образовались не от того, кто учил, да, а от того, кто следил за порядком и дисциплиной. Ну вот как-то так. Забавная история развития языка. Но не надо современное слово толковать в смысле древнего значения, не древнее значение, а в смысле современного значения, да, педагогас, вот этот детоводитель в синодальном переводе, тот, кто водит детей на занятия, а педагог в современном значении, это все-таки учитель. И не путайте разные времена. Сперо, сейл, форма будущего времени не встречается, форма Ориста, эспейра. Глагол сонорный срок, поэтому здесь сигмы нет, только альфа, ну как и у других сонорных глаголов, но в остальном корень изменился, все легко узнаваемо. Что касается перфекта, то есть перфект страдательного залога, эспармай, сэпэ, группа согласных, поэтому удвоиться не может и добавляется э, поэтому э, ну вместо удвоения, спар, спир, спар, спер, корень сперма, да, вот семя, однокоренное с этим глаголом. Ну, вот, ну, такие вариации в корне возможны, но корень все равно легко узнаваемый. Ну, эмай, окончание страдательном перфекте сразу добавляется к основе, и страдательный овест э, а спар, эн. Здесь у нас, видите, нет, опять же, т, просто есть n, нет n, а l. Но спар все еще виден, и, опять же, основу вполне можно узнать. Ну, и теперь давайте мы с вами глянем разминочное упражнение к данному уроку, как побуждение к тому, чтобы вы потом сделали домошнее задание, и в процессе выполнения домошнего задания потренировались в распознавании форм, в освоении овестных причастий. Итак, по порядочку. Первое. Эйпентен ангело краксос. Он сказал ангелу, ну, там, или это, вестнику, или еще что-то, контекст нужен, чтобы поточнее, но пусть будет ангело. Он сказал ангелу краксос. Крадзо, новый глагол, который мы изучаем, снова краг. В данном случае, гс, да, лекси, и вот это сас. Видите, она плоховато видна, но все-таки есть ксас. Он сказал ангелу, воскликнув. Ну, или что-то в этом роде. Крикнув, воскликнув, кричал, крикнул. Но нужен, опять же, контекст. Элтонтес, эйстон, ойкиан, эйдонто, поидион, мета, мариэс. Элтонтес. Это от глагола хамай. Помните, аорист у него элтон. Но элтон, аорист с этой, а здесь сепсил. При вращении убрана, это у нас причастие элт, основа аориста. О, соединительная гласная, т, суффикс, с, падежное окончание. Придя в дом. Эйдон, это обычная аориста, это ха-хау. Они увидели ребенка с Марией. Прос элтон, хейс, грамотеус, эйпонауту, дидасковы. Здесь у нас тот же самый корень, элт, видите. Ну, просто это вошедший, это оорист, одноя причастие, проса хамай. Прос элтон, подойдя, один книжник сказал ему, учитель. Сватен, падеж. Дельта. Арксамонос, аптез, галилаяс. Арксамонос, видите, кси сразу же нам намекает на то, что здесь сигма с чем-то произвольное действовало, поэтому арк, 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 арк. Ну, арк нам знакомый корень, архомай, да. Знакомое нам вполне слово, и поэтому это аорист, оноя причастие от архомай, видите, са. И превращения нет, поэтому арк мы не эх, а арк мы хорошо видим. Поэтому, са, мэн, средний залог, но ахомай начинать, и здесь тоже в среднем залоге, начиная от галилеи. Эпсилон. Хуанэр, апетанэн, апостэйлас, хумас, просме. В данном случае причастие у нас апостэйлас. Смотрите, апостэлло, если графу глагол настоящего времени, здесь вместо стэлл, у нас основа стэйлл, с изменившейся гласной в корне и с одной лямтой. Поэтому вот эта изменившаяся основа уже подсказывает нам, что это не настоящее время. Плюс нет никакого превращения. Ну, оно было бы после апопри, после приставки, а тут нет, потому что это причастие. Это сонорный глагол, после лямды сигма быть не может, но а сможет быть. Поэтому апостэйлас, это причастие от апостэйлас, ауэстная, ну и в целом все собирая, муж, а, наверное, мужчина, апетанэн, умер, послав вас ко мне. А, я не знаю, что там за такая трагически детективная история. А, это все, да, это сочиненное предложение. Ну, вот так вот. Послал и умер. Послал из-за этого, кто знает. Дзета. Элтон, эйстон, ойкиан, лэгон, аутэр. Элтон, видите, элт уже привычный нам корень, мы его уже тут третий раз встречаем. Придя в дом, он говорит ей. И последнее. Элтон, это причастие от эйпэн. Ну, лэго, элтон, эйпэн, это аорист от лэго. Ну, здесь, видите, у аориста от лэго, то есть, из-за явительного наклонения, ударение всегда падает на первое слоган, на такое выключенное эйпэн. А здесь ударение не на первое слог, подсказка, что что-то изменилось. Ну, и окончание он, вот, типичное для второго аориста причастие. Это же сказав, ну, это, это множественное число, эти вещи, ну, в русском для обобщения хорошо, единственное число подходит, поэтому я просто перевел это. Это же сказав, он остался, эмэйнэн, мэно в настоящем времени в аористе чуть-чуть основа меняется, он остался в Галилее. Ну, как видите, переводить вполне можно, форму вы узнаете, и, потренировавшись на этих упражнениях, почувствуете себя совместными причастиями гораздо увереннее. Спасибо за внимание. Благословения.